Аптека для бережливых Здравствуйте! В эфире служба новостей город в студии Марии Лукьян. Я и мои коллеги расскажем вам о событиях пятницы, 1 марта. Смотрите в ближайшие минуты. Газовщики-самозванцы вышли на тропу проверки оборудования у горожан. Как не попасть на удочку мошенников, которые разведут вас на деньги и окажут сомнительные услуги? Весна пришла мурлыча и мяукая. Сегодня день мартовского кота. Отличный повод отметить его в пушистом обществе. Новая премия Первого городского канала набирает популярность. Знакомимся с новой героиней конкурса «Мама года». Калининградская область знаменита янтарным комбинатом. А скоро здесь будет и Кремниевая долина. Кушать подано. Калининградские производители соревновались 5 месяцев за звание лучшего. И, наконец, борьба вышла на финишную прямую. А у вас в квартире газ. И совершенно логично, что газовые службы следят за исправностью всех систем. Но не всегда люди, представляющиеся газовщиками, на самом деле сотрудники официальных организаций. Как не попасть на удочку мошенников, которые разведут вас на деньги и окажут сомнительную услугу. В материале Екатерины Маран. Партнер рубрики «Тема дня» – компания «Люксторг». Мебель для дома и офиса. Чего не брал? На каком основании вы зашли в эту квартиру и мне угрожали личное справа, я не знаю. То есть вы сейчас нас выгнали? Да, выгнал. И мы вам угрожали? Да, требовали деньги с моих родителей. Пускай хотел перечислить, какие документы у них. Я их еле вытолкнул из квартиры. Там у меня родители, они собственники. Я там тоже собственник. Они на них тоже напишут заявление. Случаи, когда изоворотливые мошенники обманывают людей, представляясь сотрудниками газовой службы, за последнее время в Калининградской области участились. Приходят в спецодежде, показывают липовые удостоверения, уверяют доверчивых жителей в неисправности оборудования. И, конечно, берут за это деньги. А в качестве аргумента приводят последние события – взрывы газа в жилых домах Магнитогорска и Шахт. Социальные сети переполнены историями о похождении лжегазовиков и жалобами на них. Жители стараются обезопасить других, предупредить и рассказать о том, как стали жертвами мошенников. Либо делятся историями, которые произошли с их близкими и знакомыми. Как вспоминает Николай, ему позвонил отец и сообщил о визите газовщиков, которые представились с сотрудниками Горгаза и предложили устранить якобы необходимое оборудование. Николай сразу же приехал к родителям и попросил мошенников предъявить документы и необходимые сертификаты. Зашел в квартиру, сразу же задал этим ребятам вопрос, кто вы, что вы тут делаете, ваше удостоверение. Они ничего этого не показали, не предъявили. Я попросил их показать там сертификат на счетчик, что вы там будете ставить. Ничего абсолютно. Далее, ну, попросил их удалиться. Там их было двое в квартире. Один повыше, второй поменьше. Вот тот небольшого роста человек, он начал там сразу собираться молча и все. А то, что повыше, он начал, ну, как бы так буздить. У нас там перепалка была словесная. Особенно в зоне риска находятся пенсионеры. Калининградка Татьяна Николаевна ранее и не предполагала, что может стать жертвой проделок мошенников. И о происходящем вспоминает с грустью. Позвонили мне в дверь, приставились газовые службы. Сказали, что они официальные, от Горгаза. Сказали, что проверяют газовое оборудование в связи со взрывами. Я их, конечно же, пустила, потому что взрывов никто не хочет. Они стали проверять и, в общем, стали требовать, чтобы я все заменила, что у меня есть кран там и так далее. Цену, в общем, заломили хорошую. Я сказала, без мужа это не решаю. И тут пришли мужчины, но сын их выгнал. По закону, техническое обслуживание газового оборудования в жилых домах проводится раз в год. И занимаются им только специализированные организации. Они проверяют исправности техническое состояние газопроводов и газового оборудования. Перед визитом газовые службы всегда уведомляют управляющую компанию, а также развешивают объявления на подъезде. Таким образом, истинность и законность намерений газовиков можно проверить, набрав номер управляющей компании или ТСЖ. Как правило, проверки проходят раз в год, и отличить лжигазовика от настоящего несложно. Специалисты приезжают на брендированных машинах, одеты в униформу, на которой есть логотип. А при себе у настоящих газовиков всегда имеется удостоверение и паспорт. Необходимо отметить, что если требуется замена какого-либо прибора, то для этого существует специальная процедура, в ходе которой в абонентскую книжку заносится соответствующая запись. И после этого абонент сам обращается в районную газовую службу. Так, у нас популярна идет замена газового крана, кран перекрытия. Это в первую очередь смотрим его состояние, если есть утечка. Второе, замена газового шланга. Смотрим также, в каком он состоянии находится. И в этих случаях меняется. И в третьих, прибор учета газа. Складывается цена кран перекрытия от тысячи и выше. Замен газового шланга также от тысячи двести и выше. И прибор газового учета пять тысяч и выше. Если вы не уверены, кто стоит на вашем пороге сотрудника Ленинград-Гургаза или самозванец, проверить информацию можно по телефону 92-58-51. Екатерина Маран, Николай Насань, служба новостей «Город». Партнер рубрики «Тема дня» – компания «Люксторг». Мебель для дома и офиса. Сегодня самый мурлыкающий праздник года – День мартовского кота. Представить свою жизнь без хвостатых и усатых любимцев сложно. И то, что многие кошки давно не ловят мышей – не беда. Ведь любят их не за это. В чем убедилась наша съемочная группа. В Калининграде настолько любят кошек, что у нас есть целое кота-кафе. Главная фишка заведения – в душевном общении между людьми и животными. Приходишь, гладишь пушистиков, и на сердце сразу тепло и радостно. Но если у кого-то возникла взаимная любовь с первого взгляда или почесывание за ушком, то питомца можно забрать домой. Котики из приюта здесь проживают. Они находят дом через общение с гостями. Кому-то нравится, кто-то влюбляется. Далее куратор животного беседует с будущим хозяином. И если кандидат вызывает доверие, кошка переезжает в новый дом. Так, за полгода работы Кота-кафе своего человека нашли более 60 котов. Зеленоградские тоже очень любят котиков. На въезде в город даже появилась фигурная надпись с названием города, украшенная стилизованными фигурками кошек. В эти выходные в Зеленоградске откроют памятник двум японским котам – Кену и Гоу, которые не могут попасть в музей у себя на родине. Этим двум известным на весь мир котам власти Зеленоградска ранее отправили в подарок ошейники, украшенные янтарем. Сотрудники японского музея подарок получили и сняли видео со словами благодарности. У японских котов, судя по многочисленным видео, все хорошо. А вот калининградские котики нуждаются в любви и заботе. Может быть, сейчас в Кота-кафе вас ждет именно ваш четверолапый друг. Врачи бьют тревогу. Случаев заболевания корью все больше. Но бояться не надо. О том, как защитить себя и своих близких, смотрите далее. Корь шагает по стране. Полсотни заболевших в Рязани и в Иванове на карантин уже закрыли сразу три школы. В Екатеринбурге 30 заболевших, а в Новосибирске – 40. Корь распространяется в считанные секунды по воздуху. Лекарств для ее лечения не существует, и все в итоге сводится к борьбе с симптомами. Уже с понедельника, 4 марта, начинает работать горячая линия по профилактике кори. Она будет действовать до 18 марта. Врачи ответят на все вопросы и объяснят, как вести себя в случае контакта с заболевшим, и дадут советы родителям, ведь корь опасна и для детей. Прививка бесплатная по национальному календарю профилактических прививок. Вы обращаетесь в поликлинику по месту жительства к терапевту, и выясняете наличие вакцины. Вы должны быть осмотрены перед проведением прививки. Коварность кори в том, что ее первые симптомы не отличить от обычного ОРВИ – кашель и высокая температура. Характерная сыпь появляется лишь на четвертый день. А вот осложнения могут быть очень тяжелыми и опасными – пневмония, менингит и поражение центральной нервной системы. После перенесенного заболевания в организме человека вырабатывается стойкий и пожизненный иммунитет. Повторных случаев заражения не бывает. С 1 июля всем пассажирам такси и автобусов наряду с билетом и ликвитацией начнут выдавать кассовые чеки. Насколько это затруднит работу кондукторов в общественном транспорте – покажет время. О других новостях в нашей рубрике – короткой строкой. Вместе с ростом температур растут и цены. В начале года отмечено повышение цен на продукты почти на 2%. Это относится к промтоварам. В итоге минимальная стоимость набора выросла на 3%. Эксперты уверены, что к концу года эти цифры могут увеличиться. У Калининградского стадиона будет собственный энергетический напиток. Этим решил заняться застройщик арены. В тестовом режиме энергетик уже продается в подмосковных гипермаркетах. Его изготовлением занимаются на немецкой пивоварне. В ближайшее время на площади Василевского может появиться новый объект. Стационарную скейт-площадку предложили обустроить одна из архитектурно-планировочных компаний. Такое решение позволит привлечь отдыхающих в эту точку города. Бордюры в центральном районе идут на понижение. В администрации города планируют начать с улицы Комсомольской. Такое решение было принято после многочисленных жалоб калининградцев. В планах тротуары на улицах Карла Маркса, Леонова и Проспекте Мира. Новая премия Первого городского канала набирает популярность. Мы показываем самых выдающихся калининградских женщин, которые все успевают и достойны звания «Мама года». За каждую из наших героинь можно проголосовать в группе ВКонтакте. Итоги конкурса мы подведем 8 марта. А пока знакомьтесь еще с одной мамой, которая придумала необычный фитнес для таких, как она. Девушкам фитнес, а детям развлечение. Вот такие необычные танцы мам с малышами позволяют восстанавливаться после родов и приучать детей к активному образу жизни. А главное – постоянно быть рядом со своим чадом. Анастасия всегда занималась танцами и спортом. И после появления первой дочери решила не останавливаться и совмещать приятное с полезным. Фитнес для мам с малышами перерос из хобби в дело всей жизни. После тренировки Анастасия отправляется за старшую дочерью в садик, а потом – домашние хлопоты. Но все эти заботы ей не в тягость. Энергичная по натуре, она все успевает. И поиграть с трехлетней Тасей, и покормить годовалую Тоню. Я сама изменилась с появлением детей, и я считаю, что только в лучшую сторону. Дети меня меняют, вдохновляют, мотивируют. Мы хотели первого мальчика, когда родилась вторая девочка, муж сказал – хочу третью еще девочку. Анастасия сама – второй ребенок в семье. И никогда не думала, что у нее будет двое дочерей. Но однажды все изменилось. Но когда появился первый ребенок, я захотела второго. И сейчас я не скажу, что я выполнила свою миссию. Я не против еще иметь детей, если получится. Но себя Анастасия мамой года не считает. Уверена, есть героини, которые заслуживают этого звания больше. Мама – это, с одной стороны, очень просто. Это любовь. И не надо никого слушать, просто нужно чувствовать. А с другой стороны, это очень сложно. Потому что, как говорят, мама – это самая сложная профессия. Но это самое лучшее, что может произойти, наверное, с женщиной. Материнство не мешает девушке продолжать свое любимое дело. Она постоянно учится чему-то новому. Вебинары, маркетинг, продвижение через соцсети. Главное – верить в себя, говорит Настя. Не зарываться в проблемы, и все получится. Денис Саландин, Юрий Жуков, служба новостей, город. Смотрите во второй части нашего выпуска. Калининградская область знаменита янтарным комбинатом. А скоро здесь будет и Кремниевая долина. Кушать подано. Калининградские производители соревновались пять месяцев за звание лучшего. И, наконец, борьба вышла на финишную прямую. В Казани дом, на доме крыша, на крыше снег, в снегу бульдозер. И это не загадка, а правда жизни. Эти и другие новости после короткой рекламы. В эфире служба новостей город, и мы продолжаем. Роспотребнадзор бьет тревогу. Мошенники выманивают деньги, представляясь сотрудниками этого ведомства. Они звонят бизнесменам с угрозами больших штрафов, если те откажутся выполнить их требования. Во всех подобных случаях Роспотребнадзор просит сообщать по телефону 02-102 или 112 для операторов мобильной связи или по городскому номеру 53-69-42. Далее в нашей программе сводка происшествий. В Калининградской области с продажи изъяли детские куклы Лол. По информации Роспотребнадзора, количество токсинов в составе игрушек многократно превышало норму. Формальдегида в них было в два раза больше нормы, а фенола в 256 раз. Игрушки со сложным и вредным химическим составом были изготовлены на китайском предприятии, и, что удивительно, как-то получили российский сертификат соответствия. На Черняховском районе очевидцы сняли на видео полыхающие обочины дороги. На кадрах видно, что пламя вплотную приблизилось к автотрассе. Огнем охвачены кустарники и часть придорожных деревьев. В комментариях к видео очевидцы сообщают, что траву в этом месте поджег неизвестный мужчина. По словам свидетелей, незнакомец сначала пытался потушить огонь, а когда не справился – убежал. Игнорирование дорожных знаков приводит к беде. Водительница не обратила внимания на знак «Уступи дорогу» и движение направо. Как итог, ДТП на улице Черняховского с участием КИА и БМВ. К счастью, никто не пострадал, а машине-виновницы потребуется ремонт. Тотальное бессилие врачей убило 15-летнюю девочку. Следователи выясняют причины ее загадочной смерти. Как отмечает мать погибшей, за месяц до трагедии у Гелия отнялись ноги, потом стало портиться зрение, она начала глухнуть и у нее пропал голос. Несмотря на все симптомы и проведенные анализы, девочки поставили диагноз – депрессия. В итоге она умерла на руках у матери в приемном покое в психиатрической больнице. Ситуацию взял под контроль Антон Алиханов. Как следует из ответа одному из интернет-пользователей, власти в ней разберутся как можно скорее. Первый замглавы администрации Черняховска Александр Казимирский подозревается в получении взятки. По версии следствия, 26 февраля 2019 года он получил от генерального директора одной из подрядных организаций 1 миллион 800 тысяч рублей. Компания занимается благоустройством тротуаров в рамках программы «Формирование современной городской среды». Казимирский обещал посодействовать скорейшему подписанию актов выполнения работ. Сразу после получения денег чиновника задержали в его кабинете. Если у вас еще нет электромобиля, то стоит поторопиться. Американский производитель Тесла сообщил о снижении цен на одной из своих моделей. Скидка составит порядка 35 тысяч. Это связано с тем, что Тесла переходит на онлайн-торговлю вместо розничной. С другими новостями из мира финансов вас познакомит моя коллега Алина Печниковская. Партнер рубрики «Бизнес-новости» клиника красоты и здоровья «Эстелия». Здравствуйте, меня зовут Алина Печниковская и начнем с новостей региона. Калининград скоро станет Кремниевой долиной. Помимо IT-деревни Светлогорске в Калининграде появится IT-парк. Власти города получили 5 гектаров земли в свое распоряжение. По решению главы регионального представительства Дениса Салия, именно здесь должен появиться IT-парк. Территория находится в центральном районе на Советском проспекте. Он также отметил, что стоимость квадратного метра будет не менее 2 миллиардов рублей. В Калининграде живут плохие бизнесмены. Так считает один из местных основателей автопроизводства. На встрече вечер с окулами бизнеса Калининградской области Владимир Щербаков заявил, что не может работать с местными предпринимателями. Как он сам отметил, они не энтузиасты своего производства. Они жадны до денег и не хотят работать. Эти обвинения он выдвинул из-за того, что ценник на пошивку чехлов для своих автомобилей местные производители поставили слишком высокий. В итоге он заключил контракт с корейцами. Женщинам цветы, детям игрушки. За реализацию второго отвечает крупнейшая сеть производства в России. Именно поэтому прибыль детского мира выросла в боя. Из отчета компании следует, что их чистая прибыль за прошедший период выросла на 17,5%, то есть до 5 миллиардов рублей. Это связано с ростом выручки, которая увеличилась на 14%. Как отмечает менеджер компании, на достигнутом они не намерены останавливаться и сделают все для роста капитализации. Безработицу можно посчитать. Российские эксперты опубликовали список городов, где люди меньше всего работают. По данным мониторинга Минтруда, самый большой процент безработицы отмечен в Ингушетии. Их число в регионе составило около 9% населения. Примерно такой уровень держится и в Чечне. Самыми трудоустроенными оказались жители Севастополя и Ленинградской области. Мир уверенно вступает в эру нанотехнологий. Первыми его представителями будут мыши. Ученые из Университета науки и технологий Китая наградили мышей ночным зрением. В глаза грызунов были введены специальные наночастицы. После этой процедуры они смогли различать инфракрасные лучи. Авторы разработки полагают, что теоретически эту манипуляцию можно сделать и с человеком. После он может видеть в темноте без дополнительных приборов. Ученые пока не торопятся приступать к экспериментам над людьми. Они отмечают, что следует убедиться в полной безопасности. И это были все актуальные бизнес-новости к этому часу. С вами была Алина Печняковская. Увидимся на Первом городском. Партнер рубрики «Бизнес-новости» клиника красоты и здоровья «Эстелия». Наш эфир продолжит курсы валют на завтра. Курсы валют на выходные. Доллар США 65 рублей 81 копейка. Евро 74 рубля 80 копеек. Польский злотый 17 рублей 36 копеек. Кто скоро станет миллионером? Осенью Первый городской канал запустил первым в нашем городе проект премию «Калининградский продукт». Наши корреспонденты посетили каждое производство, вникали в детали этого бизнеса и попробовали продукты разных фирм. Пять месяцев лучшие бизнесмены области раскрывали секреты своего успеха. А теперь настало время выбрать победителя. Телепроект премия «Калининградский продукт». Как в Калининградской области создают то, что мы покупаем? Этим вопросом задались корреспонденты Первого городского телеканала и провели свое собственное расследование. Проект премии «Калининградский продукт» не только о качественных продуктах питания региона, но и пособия для будущих бизнесменов, а тех, кто уже добился успеха. 12 успешных компаний раскрыли свои карты, а журналисты провели большое исследование бизнеса региона. В феврале экспертная комиссия из 11 человек изучила претендентов и вынесла свой вердикт. Уже 5 марта мы подведем итоги премии «Калининградский продукт». Все будет происходить в Зимнем саду, и мы и участники все этого очень давно ждем, с осени прошлого года. И мы наконец-то готовы сказать, кто получит 1 миллион рублей на размещение рекламы на нашем телеканале. Но есть еще один небольшой сюрприз. Мы выбрали не только победителя, но еще и двух лауреатов, для которых тоже у нас будут призы. Но какие, мы расскажем только 5 числа. Первый сезон «Калининградского продукта» – это только начало. Уже этой весной будем пристально изучать и другие направления местного бизнеса. Проект проходит при поддержке Министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области, ассоциации «Балтийский деловой клуб», уполномоченного по защите прав предпринимателей и ассоциации иностранных инвесторов Калининградской области. Роботы становятся все краше. В Массачусетском технологическом институте был создан четвероногий друг человека. У его предшественников был серьезный недостаток – он не умел делать сальто. Эту недоработку исправили в новой модели, и в интернете уже идут жаркие дискуссии о том, заменят ли робот живого кота или собаку. О других событиях киберпространства расскажем в следующей рубрике. После просмотра этого видео лишний раз задумаешься, а стоит ли говорить «Чиз». Нерадивый отец решил пошутить над своим сыном. Хоть малыш и не произнес заветного слова перед фото, но «Чиз» уже прилетел ему в лицо. Эту проделку оправдает только отсутствие дома мамы. Кто-то уже встречает весну, а кто-то не может проститься с зимой. Ей так понравилась Казань, что зима рассыпалась по городу в комплиментах в виде снега. Местные жители взяли дело в свои руки, а промышленные объекты и вовсе решили убрать с помощью тяжелой техники. Помоги Филиппу найти своих фанатов! Улан-Удэ шика блеска не дал. Более того, к заслуженному артисту не подошел ни один поклонник. Пользователи в сети шутят – зря, видимо, наряжался. А белоснежную шубу никто так и не оценил. Большому кораблю, ну вы и сами знаете, особенно это актуально для широкой русской души. Наше судно зашло в южнокорейские воды и не рассчитало свои габариты. Пользователи восторгаются решительностью корабля при встрече с мостом. Некоторые увидели в этом эпизоде даже себя, назвав эту ситуацию «я и мои проблемы». Химия – это не только скучные формулы, но и веселые опыты. Гвардейские аниматоры решили соединить детский праздник и науку. Смешав нужные ингредиенты, получилась, по их словам, волшебная газировка. Судя по реакции детей, эксперимент удался и очень даже неплохо. Первый день весны и последний день рабочей недели. Калининградцы поделились с нами своими хорошими новостями. Жду хорошую погоду, тогда все наводится. Я хорошо поработала, был отличный проект, который завершился на сегодня. Я очень довольна. Потому что весна наступила. Вчера я была на спектакле «Мертвые души» в постановке режиссера «Виттиха» по пьесе Нина Садур. Мне очень понравилось, впечатлило. Ну что, самое лучшее, что сегодня первый день весны. Наконец-то закончилась зима и все, классно. Слушайте, меня каждое утро радует вот звон колокольни наши, да, которые на площади. Идет, солнце светит, замечательная калининградская погода. Все люди улыбаются, рады друг другу. Поэтому для меня это, наверное, самая лучшая новость, которая была за последнюю неделю. И в завершении выпуска по традиции прогноз погоды на завтра. Первый. Оптический дискаунтер «Оптик Гуру». Партнер прогноза погоды. 2 марта в Калининграде днем плюс 3 градуса, пасмурно. Ночью плюс 1, пасмурно. В Вильнюсе днем 0 градусов, небольшой снег. Ночью минус 2, осадки в виде снега. В Гданьске днем плюс 5 градусов, облачно с прояснениями. Ночью плюс 1, пасмурно. В Москве днем минус 7 градусов, небольшой снег. Ночью минус 11, небольшой снег. Первый. Оптический дискаунтер «Оптик Гуру». Партнер прогноза погоды. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Если и вы стали очевидцем необычных событий, позвоните к нам в редакцию. А в студии с вами была Мария Лукьянова. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Генеральный спонсор службы новостей «Город» – сеть аптек «Аптека для бережливых». В нашем городе много аптек, но какую выбираете вы? Почему вы выбираете аптеку для бережливых? Мне, как пенсионеру, очень нравится. Во-первых, близко, цены приемлемые. Кстати, моя жена присоветовала. Заботьтесь друг о друге. Как аптека для бережливых заботится о вас. Аптек «Аптек 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 «А